Дорога к храму святителя Николая Чудотворца, обдуваемого ветрами Балтийского моря, нелегка. Находясь на одной из самых высоких точек в озерках, он словно символизирует восхождение многих людей к вере – долгой и трудной. Согласно преданию, Петр I проходил здесь во время Северной войны. Позднее по маршруту его похода на Выборг были воздвигнуты церкви и часовни, одна из которых находилась в этих местах. Деревянное строение до наших дней не сохранилось, но в 2006 году здесь был освящен новый храм, ставший неотъемлемой частью духовной жизни региона и получивший имя святителя Николая Чудотворца. В день его памяти здесь собралось множество верующих, некоторые из которых специально приехали за десятки километров. Престольный праздник для храма – как Малая Пасха, поэтому после литургии таинства причастия был совершен крестный ход. Господи помилуй, Господи помилуй. Особую любовь к Николаю Чудотворцу люди питают потому, что и при жизни, и после кончины он заступался за угнетенных и гонимых, совершал множество чудес в помощь молящимся ему людям. Святитель прославился и как великий угодник Божий, за что в народе его называют Николаем Угодником. Ходим сюда, потому что вера есть. Ничего так случайного не бывает. Поэтому я считаю, что Бог помогает нам. Без веры жить нельзя. Человеку должно быть святое в душе. Вера в Бога, вера в истину, вера в жизнь. Я обращался к Богу и до тяжелой ситуации, и после тяжелой ситуации. Вера облегчает душу, облегчает жизнь и содействует благим поступкам. Один раз, когда я выступал на соревнованиях, он мне помог выиграть. Мы летом с мужем на байдарках ходим. И бывает, что и волнение там, и на ладугу выходили, и в шторм небольшой попали. И, конечно, я настолько была перепугана и молилась Николаевичу Татару, что больше ничто на ум не шло. И вот, слава Богу, берег был, и стоянку прекрасную нашли. И помогает и так, и в житейских вещах. Когда дети болеют, очень часто обращают. Невзирая на недолгую историю храма, здесь хранятся святыни, особо почитаемые христианами. Точная копия Туринской плащаницы, мощи Иоанна Златоуста, гвоздь, которым было прибито кресту тело Иисуса Христа, частица гроба святителя Николая и мира от живоносных мощей святого, а также частица животворящего креста Господня. Есть в храме и уникальные иконы XVII века с образом самого Николая Чудотворца, а также клеймами, рассказывающими о земной жизни святого и посмертных чудесах, которые он совершал. В день памяти Николая Угодника люди неиссякаемым потоком шли, чтобы припасть к святыням. Святитель Николай Чудотворец вошел в историю церкви, как пастырь, который проповедует любовь, как пастырь, который свидетельствует своей жизнью о любви, как пастырь, который призывает к любви, как пастырь с любящим сердцем, откликающийся на просьбы и немощи на нужды людей, обращающихся к нему. А, собственно говоря, память церкви знает святитель Николай Чудотворца как человека любящего, как человека отзывчивого, как человека помощника и соратника во всем, во всем благом и добром. Немногим известно о том, что святой Николай у европейцев никто иной, как Санта-Клаус. Прообразом Санта он стал не случайным. При жизни Николай-угодник помогал бедным, подкладывая им под двери мешочки с монетами. Благодаря этому уже после кончины святого возник обычай незаметно делать рождественские подарки. Санта-Клаус, что в переводе с голландского значит «святой Николай», должен, пока его никто не видит, проникнуть в дом и оставить под елкой мешочек с подарками.